welcome 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 дорогие друзья продолжить игру у нас черт знает какая часть по счету ну счет ведет как говорится youtube я сам счет не веду вне стрима ребят я немножко поиграл это было вчера даже он по времени видно 3 3 и во время вне стрима этого я хотел покачать своих персонажей и вот что произошло я пошел зашел в данжен обычный гниющие пещеры перед этим мы куда заходили с вами в какую из вот этому по моему свистящую пещеру заходили и там ничего не было помните просто прошел сундуки собрала все я думал здесь тоже зайду сундуки соберу и выйду а что происходит и я дохожу до вот этой точки и мне говорят вас накрывает чувство опасности уверенно что хотите идти дальше и почему нет теперь-то запись у меня комбинация уже заранее собрана для того чтобы проходить дальше игру потому что мы будем проходить историю тиреона следующую поэтому я уже заранее взял их качать и тут как вы видите у нас птица ясная синица тысяч тысяч нет это не то это не то но здесь точно ее урон будет наноситься только мне нужно найти второй добавочный урон там два еще две уязвимости есть к нему но те кто смотрит сейчас у нас прямом эфире они должны знать что эта игра у нас называется нам давайте попытаемся таким может нет тоже не работает игра называется октопа travel это японская рпг огонь не только что проверял да да только что проверял что тогда сделать удар меч не работает потому что еще шахтера призывает давай шахтяра призываем копье работает эта проблема у меня нет ни одного с копьем персонажей наверно лук до часа или ледышка еще ударя дышка не работает да скорее все это лук последний а у тебя есть призывать кого еще рабочие есть у нас все на шестеро а ты с хилом тогда у нас не шестеро попробуем мечом на меч тоже не работает все понятно ребята а в уязвимость мы его отправить не сможем вот что я могу сказать в уязвимость мы этого персонажа отправить не можем что нам делать тогда а ну у нас есть предметы а то толку от предметов нам нужно темным на теневыми нужно атаковать получается теневой камень долбани но ты продолжай тогда лунный вальс свой лупить с проблема в том что она же сама и усиливает магический урон может посох еще работает они вряд ли хоть молнию проверим а все но теперь мы точно уверены там еще один выстрел наверняка это нужно другое 54 кстати босс походу уже почти умер 54 процента нам пишет украсть можно физическую силу атаки противника давай дебаффа накидывать а чё делать сервит элементальную атаку давайте так я усилию и сам сейчас этот с копья ударит мужик ням почему-то не копьем теперь дерется шахтер покинул нас ты плечи а у тебя есть только броня дарует а да не нам мода не нужно нам нужно а у увеличить ей и ты наверно тоже а увеличишь все в прим роуз вкладываем ауч ну благо у нас есть афилия на лечение а ты усиленную теперь автоатаку лунным вальсом долбанешь дамы же немного край сто процентов а так 95 давай 95 восстанавливающий джем такой себе был я помню предмет давай эту а у снова ей же афилия сейчас всех полечит усиленном исцелением маловато если он второй раз такое долбанет по нам и умрем но это долбанет прим роуз давать ты призови так я знаю кого надо воскрешать не проживу афилии есть воскрешение что-то тогда будешь делать ну давай еще меньше ему силу атаки тогда чуть за бред чё нам попал по полторы тысячи делает ты тогда призови сейчас шахтера чушек черт перестал бить копьем а вот нет сейчас он копьем ударил а это ты ходишь она лунный вальс я не готов к его о а все блин а чувак умер и опыта не получится и раз ну и хрен с ним не получится не получит ладно сундук зато выпал нам на типсон че за сундук и в нем зачарованный топор у нас есть кто-то под топор сайрус был не под топор до сайруса нас маг волшебник все получается мы это подземелье прошли история у нас вот здесь вот сайрусовская история в центре чем мы прошли и давайте тогда раз уж так получилось что пещеры не бессмысленны зайдем еще в эту пещеру по пути и после этого пойдем тогда по истории полу когда мертвый один персонаж его даже нет с нами посмотрите хиен забавно не забавно те у нас тут где ночлег то а вот ночлег незабавно ребят нас умер персонаж а я смеюсь это некрасиво сайрус воскрес кстати кража есть еще хочет поворовать можно он серьги какие-то я в этом городе видимо с сайрусом не ходил что давайте маленькую девочку еще обворуем они виноград есть царус конечно злодей еще тот он обворовывает все ну да да царус у нас по истории совсем поздно появился поэтому я в ростом почти не пользовался хотя странно этого я почему-то обворовал а вот эта бабка не обворована эти кольца скорости они мне поможет 8 штук давай информацию это ладно тебе дайте информацию она все ничего не дала и общительная бабушка жилет но жилет нам вряд ли этот нужен потому что он низко левельный но денег стоит 25 золота дали так я хочу до данжена добраться здесь которые находятся совсем неподалеку по карте судя и чё обходить надо а как сундук тот взять панец а данжен где и черта непонятно а вон данжен походу да здравствуйте что за просадки до 20 фпс где-то видишь просадки до 20 фпс они орка что у тебя случилось никаких просадок нет пещеры о здесь уровень опасности 11 ладно это все равно пещера типа типа а я уже здесь был или только одну точку проверил не я здесь походу все проверил посмотреть почему я не помню про это счету проект пещера еще ничего не помню давайте логово разбойников тогда еще пройдем это значит нам сюда потом вверх и так от логово разбойников я помню я пытался нет стоп нам через верх надо выходить вроде или через низ лучше хрен поймешь как лучше выходить не просадок нет никаких у меня вообще все плавно идет не знаю есть только на стриме какие-то у вас баги что у меня все плавненько а ну вот вот здесь где-то будет заход в пещеру ну и скорее всего она наверху должна быть логово да блин чит этот мост меня смущает походу мы по истории идем по мосту то есть она внизу было или или нет вот она нет стоп то ли не вы понять а то пещеры говорят креста вы было да да возможно вы знаете чем мне не нравится тире он в отличие от обычных игр где есть воришка зависимости от уровня самого вора еще вероятность имеется не только типа там от хп зависит соперника чем меньше хп тем выше шанс а еще и от того что ты выше уровнем а логово разбойников тоже 11 но здесь я точно не был я просто помню в начале прошел по моему там сундук взял где-то и все и ушел да вот этот на и на сундук я взял ушел потому что мне или по сундука взял так ребят то сундуки обворовывает а ты кто такой опыта тоже босс и хоть убить и не помню чтоб я здесь был в пещере мая да я был эта история тресса ну вот сейф-поинт и видимо здесь да да мы здесь были все вспомнил да мы здесь были он все тогда у меня получается пещере только вот эти остались белолесье это лоровская была история помните да мы там мы кого-то убивали хрен его знает эту я проходил с вами на стриме тайный проход это история пещеры истоков хрен его знает наверное это была история не помню поющий лес это точно была история подземная лаборатория тоже была история а так вот наверно почему то есть получается у нас заброшенная шахта вот осталось примучились это тоже история почему они не рисуют что мы их прошли не прошла на гол гол тогда и проходить саму историю персонажа что за стрим на ю тубе вот такой вот стрим у нас на ю тубе но там запись какая-то идет я решил поставить через по не повтор а точнее через повтор как раз таки так где здесь у нас алкашня где алкашня все тусит здесь где вся алкашня пацаны на другой дороге семья квеста не выполненная но я не знаю как их выполнить один квест там кого-то куда-то надо привести к деду вот алкашня где все тусит потому что нам нужно начать историю идти здесь продавец послушать историю давайте сайрус поехал поджечь сайруса мне надо а я думал здесь терион ну ладно сайрус так сайрус им куда нам идти а чё у нас здесь было мы зашли что-то было или повесь по плашку уходь там в плашке написано повтор что я могу еще сделать если люди не могут справиться с надписью повтор куда мне идти и чем не сделать а мне на снизу надо в этот домик зайти да а все я вспомнил но походу или мы это прошли нет стоп это не прошли а почему я ушел отсюда помните и расследование мы делали детективное бла-бла-бла и выяснили что людей уводит в канализацию а почему это не до прошли что за бред а потому что слишком высокий уровень был точно все я вспомнил нам здесь же сдали в щи похоже кто-то постоянно пользуется этим проходом как мы и подозревали грязные ублюдки ой грязные следы на полу и отпечатки ладони на стене кто-то здесь трахался и облокачивался на стену и недавние грязь еще не высохла ясно очень полезная информация должен сказать у тебя острый глаз на такие мелочи это просто опыт я тоже люблю в этой позе хотя я не думал что мой опыт будет полезен тебе твой опыт этот результат внимательного отношения к реальности он дает тебе ценные навыки или шли а это очень интересная тема но я сейчас у нас нет времени на ее обсуждение верно я поделюсь с тобой своими соображениями позже а не беспокойся от твоих лекций у меня голова уже болит знаешь честно и это слишком честно да есть немного обидели сайруса все точно я вспомнил и думать чё за бред почему как-то как-то все странно а все странно потому что мы сюда пришли нам щи дали что у нас были не раскачены персонажи сундучок бокальская сайт собля орлиная собля на баканскую будем менять ну да это плюс статы тут плюс статы есть уклонение элементальная атака это нам не надо этот проигрывает да потому что мы украли нож души топовый огненный камень душ вы застали врага врасплох против них лайтинг работает и на и на огонь и огонь ничуть не работает редко вижу что против зомбарей не работал огонь чё там по украсть но вот это уже получше ребят ноготь треснул это не хорошо зомби застанены ух ты ветреных камней сколько наворовали чё шахтера позовем давай шахтера иди сюда шахтар давай метель на растони сработала а ты призывая рабочего обычного давай все на их взял просто так рабочий ты хорош еще и прикрыл мир это что рабочий прикрывает заметили не каждый день встретишь таких рабочих и в чем воровать его блин шахтер все испортил привыкла к дефолтным 40 секундам поэтому ноготь сломала чтобы это значило я мальчиком маленький еще ничего не понимаю зачем этот проход здесь так я не понял зачем это место я думал здесь то ага понятно не зачем в общем ребят об сундук гвоздь исцеляющего винограда и вообще быстро на ответы там этот у меня нет на уску тут всяких на них работа на нем ветер кстати по какой-то причине их ветер убивает я почему одного огонь убивает а второго ветер чё за бред а потому что у этого рубаха есть смотрите у одного из них есть рубаху второго нет рубахи и ну лайтинг надо дать чтобы застанет их а ты тогда да и наверное лет до отец резал 4 и шахтера не надо призывать просто ударь хочу поворовать просто еще немножко а можно убивать их там бесполезно как трава ясности огонь хотя ладно тогда ты нас всех полечишь щита пати в дико сильная и вот так вот поглядываю у меня есть воришка у меня есть хиллер у меня есть мэдж а прим роуз здесь лишнее получается потому что у него тоже magic damage но прим роуз может усиливать magic damage сайруса кста про сейчас она выше него и левелом бутыль голокружительной пыли какие названия вообще почему в этой игре такие странные названия придумывали предметов уже много раз про это говорил где обычный паушен хайпа ужин феникс даун тут нет сундука а вон там есть там я я вижу и как туда попасть тетик там сундук стоит я его вижу ладно красная комната red room да здесь стримы снимают ребят ну или фильмы для взрослых там девушка весело или мужчина скажи все мужчина подумать только что под землю прячется такие сложные сооружения о еще он упал сказал кодовое слово его отпустили другие генхайм он мертв блин походу не успел сказать кодовое слово что здесь вообще творится из него как будто выкачали всю кровь что это за странные узоры очевидно здесь практикуют какую-то темное колдовство что-то темная магия и эти камни боги если моя гипотеза верно они созданы а это что за слэш такой это как будто кто-то руку поднял как будто видите голова ребята кто-то руку подняла потом не написали она не создана из кристаллизованных человеческой крови кристаллизованная человеческая кровь босс да 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 сейчас будет при этом ко мне как будто смешано множество оттенков красного темная качи магия да неужели в каждом из них кровь нескольких жертв боги какие же ужасы здесь творится творятся сколько невинных стали жертвами этого кровососа соуса соуса этого по крайней мере теперь мы знаем мотив похищений и мы имеем дело с необычным преступником надо звонить в полицию нет я даже его человеком назвать не могу высасывать жизнь из мужчин и женщин этого бедного города чтобы потом избавляться от них среди нас бродит настоящий дерман дерман ясно дно надо остановить этого монстра пока он не совершил что-нибудь еще более отвратительное как ученый я должен признать что историю темных искусств меня интересует гачи темное искусство но применять их на практике это уже переходит все границы что это а там еще три человека не всех высосал девушка в этой камере она еще же там еще два вообще там дед какой-то вон посмотрите там где отведите серенький и мужик какой-то в зеленом а нам только девушку заметил надо освободить ее пока она не пока она не разделась и не разделила судьбу блин освобождать пока она не разделась а это тоже маг плашебник просто безвестный ученый я вот так вот проходил мимо и обратил внимание на эти странные камни. Их не ты сделал случайно? И эти странные символы не ровны на высоком ханбургском? А ты откуда знаешь? Книги древнего Ханбруга были утрачены много лет назад. У простого ученого нет допуска к подобным знаниям. Но как уважающий себя академик может творить такие ужасные вещи? Ого, а ты вовсе не такой простой ученый, как сначала нам сказал. Они ведь еще живы, верно? Для тебя же будет лучше немедленно всех отпустить. А то я пожалуюсь в полицию. Ну, раз ты так учтиво просишь... Нет, не думаю. Какая жалость. Если бы ты не начал копаться в моих секретах, я бы мог найти достойное применение твоему мозгу. А теперь придется лишь взять и сосать. Сосать твою кровь. Ооо, это какой-то монах с серпом. Украсть нельзя будет. Понятно. Тогда нам нужно, наверное, сковывание дать по нему, чтобы он меньше бил нас. А то он любит сосать, судя по всему. Ой. Шкелеты. И нельзя по нему иммун дать. Понятно. Одно. Чё-то маловато урона по скелетам. Надо будет шахтера вызвать. Нет, тебе надо, наверное, алюминиссенцию дать. Да-да-да, уязвимость сработала. Чё там по Сайрусу? Огонь. Так, здесь есть куртки. Куртки берите, значит, огонь. Стример-гений. Навыки вора. О, этих можно воровать, но у них что-то многовато хп. Сковывание тоже дать может. Блин, он такой бесполезный. Он вообще ничего делать здесь не может. Но у меня есть эти предметы. Правда, всё равно на одного только сможет его кидать. А где огонь? У меня чё, нет ни одного огненного предмета? Ай, вот я пропустил. А, нет, ты на всех даёшь? А, ну тогда кастой. Чтобы слабость... Всё, станчики. Ты, наверное, призываешь шахтёра. Давай, шахтёр! Ой, дар ножом! Я не буду побеждена! Кричит девочка наша. А, кстати, может быть сейчас лучше тогда... Не, лучше исцеление ран дать. Чтобы быть фулл хп. А вот Сайрус, дай огонь. Я пока бил, я уже выяснил все иммуны его. Ну, наверное, танец выдадим под вторым уровнем. Шахтёр продолжает бить ножом. О, ещё могу один раз ударить. Нормально. Сайрус, конечно, вообще слабенький. Чтобы его поукрасть там. 97. Давай. Подрящий гранат. Ну и ты тоже можешь. Но мы их убить не успели. Неплохо. И нам какой-то ещё дебаф накинули. Примроуз жива. Если она умрёт, она тут же... Фу, я уж подумал, второй каст идёт подряд. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, чё нам сделали? Нам какие-то кучи дебафов накинули. Магию. Защиту магии нам ослабили, я смотрю. Защиту обычную. Защиту магии нам ослабили. И дебафы. А чё мы можем сделать? У нас все четыре персонажа будут ходить. Потом будет ходить тот бродяга. Сдалить мы его можем один раз, но это не имеет значения. Нам нужно от этих избавляться. Огонь работает, но... На, давайте предметом тогда огненным долбанём. Чтобы уязвимость накинуть по ним. Что делать тобой? Тоже предмет дать. Хорошая будет идея. А, Оливия всех будет лечить. Да, да, это правильная идея. Потому что мы сейчас тогда долбанём сюда ещё раз. Шахтёр нас покинул. Репорт Шахтара. Ты делаешь нам сильное лечение. Вот такое. И ты делаешь огненный шторм двойной. И они в уязвимость отправляются. Даже от одного избавились. Хорошо. Выжила? Молодец. Так. Блин, один этот остался. Давай тогда, знаешь что? Себе это? Нет, давай, знаешь как? Тириону силу атаки повысим. Вообще рандомная идея. Но мне кажется, это сработать должно будет. Так, ты обычную воровству или огонь щас дай? На, дай огонь. Придай тоже огонь. Всё, найс. От скелета избавились. Разблокировалась эта фигня. Ты нас лечишь. Я буду. Я буду. Призывай шахтера. Пора ему работать. Ты призывай рабочего. Пора ему работать. Что-то виноградом своим тут вообще. Так, мы не знаем ещё одну уязвимость у монаха этого. Но, я так понимаю, это не относится к магии. Но у меня выбора всё равно нет. А нет, Сайроса есть выбор, кстати. Он может усиление кидать. Вот это вот может дать, например, Тириону. Я его готовил, чтобы он атаковал сейчас. Ай, говно, это всё ваше. Всё это ваша Лига Легенд. Короче, Прим Роуз только она хороша. Все остальные отстой. Играем только вокруг Прим Роуз. Ладно. Она воскресит, а ты давай просто, не знаю, метель дай. Да, 250 урона, это даже не смешно. Где там воскрешение? 50 маны стоит. Нормально. Баффл, баффл Тириона, чтобы тут ничего не сделал. Ой. Ладно, Тирион выжил. Вурф. А потом он будет ходить, да? Это плохо. У нас есть сейчас воскрешение всем? Восстановить всем есть. ОЗ всем союзникам. Но придётся. Потому что сейчас следующий ход будет босса, видите? А, он дебафф решил кинуть. Ну это пофиг. Правда, он понизил нам статы, но мы можем это отменить. Насколько я понимаю, вот этой штукой. Нет, я хочу вообще его автоатаками бить. Давай, знаешь, скорость тебе добавлен. Ты тогда этим бей уязвимость накидывай. И ты два раза. Всё, мы его застанили. А теперь твоя очередь. Автоатаками бить. Блин, шахтёр больше наносит урона, чем мой персонаж. Воровать нечего, да? Ну ты можешь броню ему сломать. А ты, наверное, полечи нас всех. У Сайруса чё-то с маной проблемы какие-то. Но Сайрус может... Ээээ... Этой штукой воспользоваться. Для Примроуз. Ой, а чё? Я не тот взял. Надо было, наверное, там, где плюс два. Ой, палачом не попал. Нюбец. А! Больше не могу призывать спутника. У меня чё, он кончился? Он лаки. И чё делать теперь? Ну, ладно. Просто единичку нанеси ему. А! Подождите, это... Это... Я путал. У неё-то как раз есть. Где хп босса? Вот вы какие-то вообще хп босса хотят. Такие нюфаги, ребят. В таких играх нет хп босса. В этих играх обычно босса надо убивать. И надеяться на чудо. Давайте мечом, может. Больше будет урона. Да, мечом больше урона. Давай предметом тогда... Чё, ну там, лайтинг нужно ударить. Лайтинг. Громовой ветер светлый. Вот. Всё, найс. Застанено. Теперь у нас восемь ходов подряд. Призываем Шахтара. Я улдфак тоже хочу хп. Ты чё есть? Ты же помнишь прохождение мы... Final Fantasy 6. Там тоже никогда не было хп у боссов. Хп у босса, ребят, на сайтах. Идите смотреть. Прикольно. Я не знаю, что этот навык так работает. А где твоя мана? Понятно. Маны у нас больше нет. Ладно. Давай-то светлую. Хорошо зашло. Призывай деда. Это не деда, это паренёк. Сейчас он опять даст свою... Лол, он пытался убить, а нас паренёк спас. Не бец. Чё делать? Сейвьер Блэк. Так, ты тогда навыком вора. Оказывается, можно... Сразу две автоатаки давать за одно заклинание. И ещё ману себе восстанавливать. Довольно неплохая тема. А у тебя ни черта нет. Ты только предметами можешь кастоваться. Давайте... Оу, тогда... Тиреону и дашь. Очки умения. И ты... Наверное, ещё один тогда дай. Прим Роуз как раз сейчас даст ему два раза автоатаку. Мы его застанем. Не дадим ему ещё раз походить. И теперь Тиреон готов. Тиреон! Мега раскачанный! Супер монстр с мечом в атаку! Пух, 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 пух. Не. Блин, у тебя четвёртого уровня уже магия. А ты пользоваться ничем не можешь. Чё делать нельзя? Ладно, давайте ману ему восстановим всё же. Где там у нас? Отдай, вот оно. Давай, самому себя. Изи сороковник. Пока он уязвим. Навыки вора. Давай ещё раз эту. Ты призываешь шахтёра. Который больше тебя наносит урона. Ну давай, покажи, на что ты способен. Огонь! Видали, он почти тысячу нанёс. А это мы ждали. Нормально всё. Этого, как говорится, мы и ждали. Тяня. Дин. Ты две автоатаки. Дед. Дед. Тоже молодец. Ты... Лечение. Чё, он понизит нам статы снова? Если успеет походить. Можем мы успеть восстановить отхода? Блин, у тебя опять нет маны. Можно Тиреона усиление дать. Потому что она как раз даст автоатаку. Этот удар ножом... А, подождите, удар ножом не сработал почему-то. Я на всякий случай хотел проехать, вдруг посох всё же работает. Ладно, всё равно стан будет. Ну, видите, мы цикл нашли. Этому боссу уже не выжить против нас. От шахтёра умирает. Понимаете, от шахтёра. Ну, пока скелеты стояли, проблема была. Странно, что... О, кинжал Гидеона я получил. Шахтар такой. Ладно, я... Меня это вообще не интересовало. Битва, говорит. Я ушёл. Я своё дело сделал и ушёл. Слава богам, они действительно ещё живы. Он, дед, проснулся. Парень проснулся. А девушка всё ещё не разделась. Чё, они просто ушли, а бабу оставили. Это наш любовный интерес. Или? Ну да, нас интересуют какие-то камни гораздо больше, чем... За камнями пойдём. Что это может быть? Копия фолианта из самих глубин зада. Точно. Жаль. Но это всего лишь сокращённая копия. О, бета-версия. И кроме основных инструкций по проведению ритуалов и нужных для этой зелий. Больше в книге нет ничего. Понятно, скучно. Здесь даже не упоминается, как использовать эти кровяные кристаллы. А зачем он тогда их делал? А это что? Между страницами заложен кулачок пергамента. О, боже, это девушка этого месяца. Из журнала Playboy. Отчёт о необходимом количестве испытуемого для создания кристалла крови. Понятно. Ещё записка первые образцы успешно синтезированы и отправлены. Отправлены? Неужели кто-то мог заказать этот ужасный камень? Это пока только гипотеза. Но что, если всё происходящее как-то связано с украденным фолиантом? Вон она. Она сама уже проснулась. Сколько же тебя ждать надо, мужик? Где, где я? Ага. Вы среди друзей, моя миледи? Мне? Мне как-то? Наркотики? Котики, которые вам давал этот ужасный человек, ещё действуют. Прошу вас, успокойтесь. Скоро всё пройдёт. А вы кто? Отличный вопрос, девочка моя. И я буду... Отличный вопрос, девочка моя. И я буду счастлив ответить. А, да-да, ты понял. Всё, рассказ будет ей вкидывать. Понятно. Одета. Мы пришли снова к девушке, которая одета. И она одета, как вы видите. Флиртовать с бедной девочкой, которая только-только пришла в сознание ещё под наркотой. И тебе не стыдно? В смысле? Ты не глупее одета. Я просто старался быть джентльменом. Это его сестра, насколько я понял. Разумеется. Ладно, одета. У меня есть ещё одна просьба. Ещё одна? Заметьте, я совершенно не удивлена. В вещах нашего похитителя я нашёл сокращённый перевод книги из самых глубин зада. Ты чё, шутишь? Незачем говорить, что это потрясающая улика. Мне надо выяснить, где и кем она была переведена. Дай-ка взглянуть. Там сейчас снизу будет подпись, да? Или нам не покажут? Нет, нам не покажут. Кто бы это не заказал, он не пожалел денег. Я тоже так подумал, в королевстве не так много бумаги, типографии, где можно напечатать такое издание. Ладно, я тебе помогу. Большое спасибо. Ещё квест будет какой-то или... А, мы будем просто сидеть на книге смотреть. Эврика, чё ты сделал? Нашёл что-то? Тонкие, но прочные листы. Признак бумаги. Сделан из лучшей сосновой древесины. Надо было сразу догадаться, что дело в сосне. Ребят, это можно было догадаться. А судя по текстуре, яркому алому цвету переплёта, это прекрасная выделенная кожа ягнёнка. В королевстве есть только одно место, где так много сосны. Штангард. Я в этом уверен. А мы там уже были, по-моему. Значит, ты отправляешь всё туда. Куда же ещё? Я должен пойти по следу филианта, одета. И я должен найти его раньше, чем какие-либо ещё кошмары придут в этот прекрасный мир. Вообще-то это был не вопрос. Тик. Направляйтесь на юго-запад. Чтобы историю закончить, надо ещё выйти из локации. Похот мой. А я обворовывал всех здесь? Не всех обворовывал. Надо сначала всех обворовать. Пошлите. Перед тем, как я выйду отсюда. О-о-о. А ты чё? О. 55. Ну ладно, давайте. О, прокнуло. Коинфлип выиграли. А там были люди? Просто какая-то табличка висит. Говорят, туда нельзя. Там мы победили. Помните, мы сюда пришли и революцию устроили. Мы там победили мужика этого. Топор викинга. О, берём. И крепкий шлен. Крепкий шлен. И девочку обворовываем. Кстати, чё у неё за квест? Который нашёл моё драконь... Погоди, говорит. Ты тот самый человек, который нашёл моё драконьо-яйцо? Точно. А это я... КИЯ! Помнишь? В этом городе есть старик, который знает всё о драконьих яйцах. Хотела бы я знать, где он сейчас. Мне очень нужно с ним поговорить. О-о-о. О-о-о. Ну ты такая, короче, не очень. То есть, у меня надо этого деда найти и притащить к ней. Который знает всё о драконьих яйцах. Хай даже не знаю, где он. Это ты? Нет, ты, ты. Поколениями только. Поколениями по. Так ты ещё не ушёл. Да, и не щекунду больше, но спасибо тебе одета, я в долгу перед тобой. Ты тоже мне слегка помог, так что будем называть это квиты. Будь осторожен, Сайрус. У меня предчувствует, что ты ввязался во что-то куда более зловещее, чем это можешь вообразить. Я прекрасно понимаю, насколько это опасно. Я буду осторожен. Аста. Баста. Будешь... Я поверю в это только, когда ты перестанешь бросаться, сломя голову туда, где получаешь тайну. Человеку нелегко изменить предназначение богами. Ты сказал, что Фолианд был украден. 15 лет назад. Да, и что? Как ты, наверное, помнишь, в тот же год, при загадочных обстоятельствах, умер ректор Академии. И ты думаешь, эти события как-то связаны? Нет, просто ударилось воспоминание на прощание. Ну, знаешь, когда ты это сказал? В суматохе после несчастного случая с ректором можно было легко позаимствовать пару томов из архива, не так ли? Твоя проницательность воистину бесценна. Буду иметь это в виду. Я серьезно, Сайрус. Будь осторожен. Буду. И сразу вернусь, как только докопаюсь до загадки. Обещаю. Буду ждать тебя. Че-то все разбежались. А нас подслушивали. Да вы видели, там был, короче, чувак? Почему я его не видел? А он там был. Еще один какой-то сектант, смотрите. Исайрус простился с Кварри Крестом. Ведь книга, которую он нашел у преступника, указала ему на следующую точку пути. Штонгард в высокогорье, где его наверняка ждет подлинник Фолианта, который он ищет. Сайрус твердо намерен докопаться до истины. Ура! Историю Сайруса прошли. Но почему-то нас не выгнали из города все еще. Тяжелый топор и железный шлем. Так, че делаем? Выходим? Выходим. Южный проход, 25-й уровень опасности. Это как вообще так? А, видимо, все теперь проходы стали более высокого уровня. Потому что я все мелкие квесты выполнил, ребят. Потому что у меня сейчас вот здесь вот квесты в лощине, 27-й, 20-й, 34-й. Здесь 40-й. Здесь 24-й, 38-й. Мне вот сюда надо идти по логике. И здесь Сайрус и Ханит, 27-й, 40-й, 36-й. Мне надо идти теперь вот сюда. Чтобы сюда попасть, мне надо идти вот сюда. Или отсюда. Из Рептайла. И идти дальше. Это Ханит история, да? Не, подожди. А, подожди, мы сюда надо попасть. А как сюда попасть? Непонятно. Ничего не понимаю. А как мне туда попасть реально? Может, на корабле как-то? Прибрежье здесь написано. Может, реально туда корабль ведет? Ну ладно. Сейчас тогда летим сюда. И на этом заканчиваем эту часть. Но сегодня мы еще сейчас поиграем. Просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы как раз в 51 минуту уложились. Идеально.